В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. altesdefis.td.ru Здравствуйте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего видео. вот такое нам надо сделать примыкание подготовить здесь от первую картину это справа и собственно говоря нам еще нужно вот здесь подогнуть чего так называемый гидробарьер или кромка гидробарьера так она выглядит так вот она заваливается и вот так вот она смотрится таким образом если забрать по частям то нам надо сначала подготовить вот эту нижнюю часть готовить вот так она выглядит мы не будем делать вот эту часть потому что и так сложно мы подготовим сейчас картину справа то есть отгибка у нас 35 и отгибка слева у нас 45 то есть такие две картины мы сейчас их подготовим вот они выглядят уже рекомендуется сделать сначала бумажный бумажную выкройку а потом уже все переносить на металл вот так вот он будет у нас выглядеть сначала мы делаем пальцевание горизонтальной у гребня а потом вертикального и померить какие у нас будут размеры значит какие мы будем делать размеры вот у нас высота должна быть не менее 15 вот это вот тут 15 нам еще надо добавить 4 то есть у нас будет 19 но мы берем запасом берем не 15 а 16 и 4 значит у нас 20 сантиметров 20 сантиметров или 200 миллиметров теперь это расстояние мы все будем переносить на металл начинаем наше изыскание но с чего мы начинаем мы начинаем с того что сначала делаем все измерения какие нам надо для работы используем вот такой вот транспортир с линейкой вот но он нам нужен для того чтобы измерить угол ската вот измеряем наш угол ската на крыжах бывает все криво вот такой угол ската у нас угол ската у нас представляет из себя если нам посмотреть что он из себя представляет то как правило это угол 90 градусов плюс вот эта часть то есть угол ската у нас всегда 90 градусов плюс вот этот угол вот этот угол как мы получили угол ската здесь еще нужно такой момент отметить что вот у нас тут вот на нашем бумажном наши бумажном выкройке здесь имеется вот такие вот линии гиба эти линии гиба лево и справа это биссектриса вот то есть нам сейчас нужно найти вот эту биссектрису по которой у нас будет отгибаться наш гребень как мы его находим забегая вперед немножко сейчас мы его так сделаем сейчас из бумаги такой шаблончик небольшой сейчас разложим 60 или 50 миллиметров вот так 50 вот у нас 50 вот у нас тут будет у нас тут будет откладываться угол у нас будет угол откладываться слева и справа то есть мы находим сейчас биссектрису и мы ее потом принесем вот на этот участок так нам надо взять ножницы подготовим сейчас вот если ножницы режут бумагу то это хороший хороший ножницы это подрезанные ножницы мы будем и металлами резать и бумагу так что мы теперь делаем мы переносим наш угол в дом это у нас полный угол вот так выглядит так линейка чтобы было понятней вот такой вот наш угол вот наш угол вот наш угол и нам надо найти на нем десектрису вот самый простой способ я вам сейчас покажу так берется линейка широкая или вот как у меня такая вот полоска полиуретановая мы сейчас делаем параллельные линии 1 и 2 вот таким образом мы нашли нашу бисектрису вот она вот она наша бисектриса вот что мы делаем значит есть такой интересный момент вот эта вот часть с левой стороны так как она у нас будет закрывать правильно вот так вот мы будем формировать эту бисектрису мы ее делаем на 3 миллиметра мы ее прибавляем то есть вот этот у нас где 45 по-английски это female side говорят вот мы должны добавить сюда чуть-чуть 3 миллиметра 3 миллиметра значит если мы переносим нашу бисектрису вот она наша бисектриса мы ставим сюда вот наш кусочек наш кусочек вот и так вот немного его подрегаем четко получилось то есть что делаем мы вот к этой бисектрисе этой бисектрисе которая пройдет у нас мы добавляем сюда что так мы начать им начертим вот наша бисектриса мы сейчас делаем шаблон для дальнейших наших работ вот и к этой так с этой стороны отложим и с этой стороны отложим вот так перенем там мы прибавляем 3 миллиметра вот так и здесь мы должны прибавить 3 миллиметра так сюда мы должны прибавить 3 миллиметра это у нас там где у нас 3 миллиметра это очень мало это это вот так то есть фактически у нас будет здесь вот прибавляться сейчас мы эту линию по которой мы будем резать и начертим уже фломастером вот так вот наша линия так точки какие у нас вот 3 миллиметра плюс плюс 3 миллиметра и это у нас какая урок 5 миллиметров ну по-английски это говорят и мэйл и мы его да но мы говорим 45 миллиметров или пышка до подгибка сейчас мы прибавили наши три две точки мы их соединяем потом как шаблон мы будем использовать для картин вот 3 миллиметра вот они наши 3 миллиметра вот они от этой точки это у нас где 45 миллиметра теперь переносим а там где у нас 35 миллиметров это вот здесь вот это вот здесь вот мы наоборот убавляем 3 миллиметра то есть мы ставим вот у нас первая точка 3 миллиметра и это у нас сколько 35 миллиметров отгибку там где у нас отгибка 35 то есть малая отгибка это у нас малая отгибка все проводим проводим линию проводим линию проводим линию так вот надо будет аккуратно минус 3 миллиметра минус 3 миллиметра отлично очень хорошо значит это надо обязательно подготовить до того как мы будем отгибать уже на металле почему потому что у нас уже готовые вот эти и мы уже не ошибемся но вот если вот и и Субтитры сделал DimaTorzok